Из года в год, из года в год и все. У них, между прочим, автоматическая коробка передач была двухступенчатая еще в те годы. Этот автобус может управлять любая блондинка с правами только на автоматическую коробку. Вот посади блондиночку, которая только-только закончила школу, автошколу, которая есть просто категория Б с правами на автомат. Посади ее за этот автобус, она скажет, да без проблем и поедет, поедет. Ну, немножечко надо будет, конечно, привыкнуть к габаритам, так сказать. В Москве такой автобус хрен поводит, потому что там движение сильное и в Питере тоже, а вот в каком-нибудь там маленьком провинциальном городке спокойно сможет управлять этим автобусом. Так что, да, хорошее время. Но, смотрите, они недорого стоили, кстати, всего за стартовая цена каждого 324 тысячи рублей. Да, ну и за сколько их в итоге продали? За 600, наверное, может и меньше. Не развалился бы СССР, ездили бы до сих пор на него. О, то-то же. Сейчас представьте, вот современные российские города, но только все ездят на Лиазах. На Икарусах и Лиазах. А как бы хорошо было бы. Эти Лиазы были почти убыточные, все парки по ремонту постоянно завал. Потом в регионы их списали, ничего хорошего в них не было. Понятно, они разъебанные все были. Разъебанные старые автобусы тяжело чинить. Мне же, ты бы покатал меня на этом автобусе? Покатал бы, в принципе, почему нет? Не, Лиазы так-то мне нравились сами по себе. Может они и ломались, конечно, я не знаю. Но вот ездить мне на них больше всех нравилось. Вот из всех автобусов мне больше всех нравилось на них кататься. У них места были такие удобные. Знаете, вот это место перед водителем. Там вот получается водитель, спок у него был такой вот этот шатер, где двигатель. То есть двигатель там с передней части был. И там вот такая вот большая-большая площадка. И перед ним стояло вот кресло. И там садишься на него, ты можешь вперед смотреть. Очень приятные, конечно, были. И Карлус Гармошка, мой дедушка, водил. Он проработал на нем 20 или 30 лет. Я точно уже не помню, но очень долго. По-моему, даже больше 30 лет. Вот в автопарке. Шабад назывался автопарк. И шары тоже нихуя не катаю. Ого! Соблюдать шабад! И он там очень-очень долго отработал. Может уже больше. Я точно не помню сколько. И он меня в школу в детстве возил на Икарусе. Он работал на маршруте. Я очень часто, естественно, с ним ездил на этом Икарусе. Вот. Он их очень любил. Потом, когда эти Икарусы начали списывать в 90-х годах, он их начал все разбирать, тащить запчасти в гараж. В итоге весь гараж забил запчастями от этих Икарусов. Там было, блядь, миллион этих сидюшек от этих Икарусов. Панелей боковых вот этих деревянных, листов обшивки металла алюминиевых. Потом вы не миллиоладными. В школе потом этот алюминий на металл сдали уже. И еще куча-куча запчастей. Я помню, у нас в кладовку заходишь. Вот, помните, я кладовку свою в Тагиле показывал. Заходишь в кладовку, еще вот когда дедушка живой был, там у него чемоданы стоят, чемодан открывающий. Там куча тумблеров, переключателей от Икаруса. Короче, у нас было от этого Икаруса все, что только можно. Потому что когда их в 90-х годах списывали, их вот разбирали. И мой дед, он был плюшкиным таким. Вот он любил все, что можно забрать-забрать. Поэтому, допустим, балкон. Вот вы знаете, что в хрущевках там же балкона не обшивают, там как в современных жилых комплексах. Вот типа сами все стеклили. Вот мой дед сделал балкон из запчастей от Икаруса. Здравствуйте, я видеооператор. Нет, не воровал их. Бесплатно все раздавали Икарус. То есть их когда списывали, каждый желающий, ну кто там работал в этом предприятии, мог эти автобусы разобрать и никто тебе ничего не говорил. Знаешь, были 90-е годы там все это. Он там сколько? Он на своем Икарусе работал. В него загрузит, в гараж привезет прям на этом Икарусе. Все выгрузит. Аккумулятор у нас в Москвиче. У моего деда был Москвич 412. Он за место обычного аккумулятора поставил в багажник аккумулятор от Икаруса. Размером он был вот с этот вот багажник полностью целиком. То есть весь в багажник гигантский просто аккумулятор. И ездил прекрасно на нем. Зато можно вообще было стартер выкинуть, блядь, и ездить месяцами, блядь, и никогда этот аккумулятор не сядет. И вот. Но не про это суть. Была Катюшка. А мы стоим с моим другом, а компьютерный отдел он в другом конце магазина. А ТВ отдел вообще в другом конце. И Катюшка прибегает к нам и говорит, ребята, ребята, там плойку хотят купить. Идите быстрее, продайте плойку. И мы, блядь, с моим коллегой, ну, у нас было такое дружеское соревнование в плане продажи, допустим, тех же всяких там приставок или телевизоров. И мы бежим, бежим. И выясняется, что оказывается плойка, блядь, это не PlayStation, а ебучая плойка для волос. Это сраный вот этот мелкобытовой отдел, блядь, в котором только бабы работали. Мы так с ним, сука, разозлились. Каляй, какая нахуй плойка, блядь, это хуйня ебаная для волос. Что-то нам про плойку говорят. Так бы и сказала, блядь, что надо плойку продать. Мы вообще туда не пошли. Ужас, блядь. Как мы тогда, помню, разозлились с моим другом. Мы думали, PlayStation сейчас купят. Как раз таки PlayStation 3 в те времена продавалась. Это был 2011 год. А там, оказывается, надо было плойку для волос, сука. Блядь. Как мы тогда, помню, разозлились с моим другом. Для чего пригодятся эти щипцы? Мне кажется, это, блядь, для завивки, может, ресниц каких. Блядь, это хуйня ебаная для волос. Что ты нам про... Или что это такое, блядь? Для изготовления... А, нет, это, наверное, орешки вот эти печь, блядь. Это хуйня ебаная для... Вот эти орешки-то помните? Все пекли, блядь. Ну, хотя для орешков там специальная была такая пресс-форма. Они же не по одной штучке их делали. Для изготовления печенья, не... Мне кажется, их не делали по одной штуке. Для формовки фрикадели. Для подачи мороженого в форме шарика. Для лепки снежков. Мне кажется, для мороженого. Ну, типа, вот берешь, блядь, из этого чана, блядь, с мороженым хуякс шарик. Хотя, мне кажется, в мороженое в таком формате в Советском Союзе вообще не продавали. В формате, блядь, типа, ты приходишь, и тебе накладывают шарики. Плюс тут слишком маленький шарик получится. Нахуй он такой нужен? Прикадельки формировать. Сомнительно. Печенье орешков. Орешки печенья, по сути, их пекли, блядь, в бафельнице в такой специальной форме. Не по одной же штучке их делали. Что-то смеяться. Нет, это... Вот либо фрикаделек, либо вот это вот. Для мороженого. Я просто не помню, что в Советском Союзе вообще продавалось мороженое. Вот в формате вот этого... Как это называется сейчас вот эти заведения, где мороженое тебе шариками накладывают? Большими. Американская какая-то, я его часто встречаю, я там периодически захаживал. Ну так там просто ложкой делают эти шарики, такой, типа, специальной. И там шарик-то большой, а не вот такой маленький, как здесь. Что это за шарик получится? Какое-то говно маленькое. Фрикаделек может? Точно, удобная вещь для тех, кто хочет заполучить фрикадельки. Да, правильно. Ебать, я тут главный. Это, ребят, мой. Ура, товарищи.